Реально силы вообще. Просто их нету. Я уже не знаю. Уговариваю себя. На самом деле это очень сложно. Я думал будет чуть легче. Дыхачка отличная. Само состояние организма отлично. А ноги? Ноги вообще хана. Ноги очень болят. Особенно правая нога. Очень сильно болит. Всем привет. У меня сегодня два знаменательных события. Я собираюсь пробежать сейчас первый свой марафон в этой жизни. 42 километра. Ну и хочу протестировать свою новоприобретенную покупочку. Это Соломон Калалагу. Вот они вот такие вот. Хочу протестировать и понять, что они в этом плане. В общем, сейчас последнее приготовление. Постараюсь на каждом 10 километрах делать запись. Потом в конце этого всего дела сделаем общий обзор на Соломоны. Ну, общий обзор на сам забег. Поговорим там о результатах. Хороших негативных сторонах и все остальное. Надеюсь, меня слышно. В общем, я пробежал около 8 километров. Забыл сказать, в чем еще прикол бега. Что я, блин, пробиваю новый маршрут. Я его потом постараюсь на карте показать. И постоянно бегу, сверяюсь с GPS. Потому о результатах вообще никаких не может быть речи. Вот. Новый маршрут. Новая дистанция. Все, короче, новое. Сейчас я пробежал только 8 километров. Это обычные мои тренировочные забеги. Еще года два назад были. Ну, не знаю. Чувства отличные. Тело нигде не ноет, нигде не болит. Все отлично. Главное найти маршрут дальше, как бежать. Потому что реально, блин, куча, короче, вот, куча. Вот куда сейчас здесь бежать? Хрен его знает. Сюда или сюда. Вот. Бежим пока сюда. Там, по-моему, вот там вот побежим. Не знаю. В общем, будем бежать дальше. На следующих 15-20 километрах включимся. В общем, бегу сейчас, секундочку. А, если видно. Нихера не видно, наверное. Сейчас остану так и быть. 16... 16.73, по-моему. Короче, не важно. В общем, бегу я на берегу Десны, то ли Днепра. Какие-то катамараны, блядь. Сейчас спущусь. Опа! Ой, катамаран. Там жесткий все. Жестко. Фух. Вот так вот. Короче, возвращаюсь на маршрут. Творческое объединение. Вернее, отклонение, блядь. Да. Ну, в общем, самочувствие нормальное. Все отлично. Но я бегу еще в ту дистанцию, в которую бегал всегда. Потому... Не знаю. Вот сейчас, где-то через километр три, начинается самое интересное. Какие проблемы на данный момент времени? Во-первых, маршрута тупо не хватает. Я уже не знаю, в какую сторону повернуть, чтобы в результате было 40. Тот маршрут, который я посмотрел по карте, если я его сейчас пробегу, его будет 30. От силы. Вот. А мне надо 42. Потому бегаю, выдумываю. А это тяжело, хочется настроиться на бег. А походу надо еще думать, как и куда бежать. С тех, где бы я выбежал. Более всего сейчас пробегу 21. И вернусь по старому маршруту, добегу. Вот и все. По поводу Соломонов. Полет отличный. Бежал уже и по асфальту, и по вот такой вот бегаю. В основном. И трейл там такой неплохой был, песчаный. И брусчатка. Короче, много уже было видов поверхности, покрытия трассы. Вот такие вот дела. Так вот все нормально. Бегают. Соломончики, вот такой вот трейд. Нормальный, в общем-то. В общем. Все у нас в порядке. Полет проходит нормально. Куча людей. Видите? Как я говорю, я не знаю, вообще нет. Вон тоже палатка. Капец какой-то. Ну ладно. До новых встреч. В общем, бегу сейчас. Остановлюсь, покажу. Бегу 25 километров. Сейчас, секунду. Бегу 25 километров уже возвращаюсь по старой трассе обратно. Думаю, так выйду на 40 километров. Потому что по-другому, если пойти по той трассе, что думал, там и десяти сейчас не наберется. Вот. Короче, капали. У меня на спину, на зад, на голень. Не поц, а, блин, открылась у меня вода, открылась и вытекла вся моя вода, блин. Е-мое, вот так вот сдуваю, да, вытекла вся вода. Вот, кстати, брусчатка, которая, говорю, вот соломоны, которые по ней бегут. Короче, вытекла вся вода, я остался тупо без воды. Благо бежал, а там я, я снимал в начале, ну, до этого. Вот, там были люди. Сейчас пройдут машины. Там были люди. Подбежал, попросил водички. Добрые люди помогли, набрали. Я прям, блин, вспомнил времена, когда на службе был. Ходишь, ходишь по лесам, по полям, без воды. Задёшь в какое-то село, на ту воду молишься. Больше ничего в мире не надо, блин. Кроме глотка нормальной воды. Ну, в чём прикол дальше? Набрался этой воды, блин. Через километра где-то два. Меня нормально подсушило. Решил сделать пару глотков. Ну, сделал больше, чем пару глотков. Теперь очень такой серьёзный дискомфорт в желудке. Вот. Ну, плюс усталость в ног уже чувствуется. Вот. Как-никак я пробежал уже больше, чем своих тренировочных. За всю жизнь я бегал один раз только 30 километров. Где-то месяца два назад, наверное. Вот. Что я могу сказать? Тогда было сложно. Сейчас, конечно, чуть полегче. На 25-ти я себя ещё чувствую бодрячком. Да-да-да. Вот. Ну, учитывая, что впереди ещё 17. Хорошего мало. Ну, надо пробежать. Надо пробежать. Ну, так пока всё вроде. Вот. Соломоны держатся нормально. Вот перешли на асфальт. Бегут дальше. Я доволен. В общем, такие вот дела. До связи через километров 8. Всего оставайтесь со мной. Поддерживайте меня умственно хотя бы. Кстати, прибежала к какой-то даче. Дача на Дисне. Здесь, короче, прикольно. Я включать не буду. Ну, прикольно. Ну, всё. Потом включимся. Я решил всё-таки включить. Включил вот. Погажу, где я пробегаю. И вот так вот. Такой, типа, тут вода. И здесь вода. А прямо бетон, блядь. И люди смотрят все. Как будто никогда не видели бегающих людей. Капец. А, блядь. В общем, сейчас скажу дистанцию. Дистанция. 24 километра. Сейчас пробегу людей, попробую. Поговорю. Дистанция 34. Ну, судя по всему, осталось совсем чуть-чуть. Ну, реально силы вообще. Просто их нету. Я уже не знаю. Уговариваю себя. В самом деле, это очень сложно. Я думал, будет чуть легче. Дыхачка отличная. Само состояние организма отлично. А ноги. Ноги вообще хана. Ноги очень болят. Особенно правая нога. Очень сильно болит. И не так, как от кроссовок. Как просто то, что забилось. Не привыкшая к таким дистанциям. Вот. Потому еле плетусь. Но решительно настроен. Короче. Будем бежать дальше. Фух. В общем. Уже включусь на финише. Надеюсь, к нему все-таки забегу. Оставляю себя как могу не переходить на шаг. Ну, что-то точно хана будет. Сейчас главное в трассе не потеряться. Тут чуть-чуть осталось. Вроде места знакомы. Главное не потеряться, выбежать. Все остальное ерунда. Короче. Тяжело говорить. До финиша, надеюсь. Пробежал. Вот. Сейчас. Если видно. Ну, короче. По 50, по 100 километров там. Сутками как они бегают. Я вообще не понимаю. Честно говоря. Мне этих 42 километров. Хотелось бы прочувствовать все круги ада. Блин. И рая. Сейчас иду. Вот соломоны. Которые тоже со мной пробежали первый раз 42 километра. Честно говоря, отлично себе повела обувь. Чуть-чуть где-то там понатирала. Но это как бы и не удивительно. Все-таки как-никак дистанция внушительная. Ну, учитывая то, что я их буквально полнедели ношу. Ну, неделю. Неделю ношу. То есть еще под себя не потер как бы полностью. А они как бы нормально выдержали такую пробежку. Я считаю, это очень круто. Тем более, учитывая то, что они позиционируются как для обычной, ну, там, городской носки. Обувь, которую можно носить в городе, как сикневка. Плюс, с которой можно пробежать комфортно 42 километра. Я считаю, вообще бомба. Вот. Ну, может позднее еще. Чуть подостыну. Сделаю краткий подвод итогов. Может, нет. Может, с этого материала смонтирую ролик. Наверное, никому, по большому счету, сильно это все интересно не будет. Учитывая то, что там есть марафоны по 200 километров. Обзоры и все остальное. Но для меня это очень интересный, незабываемый опыт. Честно говоря, получил очень много удовольствия. Самое главное, что он все-таки смог их пробежать. Все. До скорого. До новых встреч в эфире.